Всех всечестнее отцы, братья и сестры, поздравляем с праздником похвалы Пресвятые Богородицы. Этот праздник был установлен в древние времена, а именно когда враги осаждали Константинополь и войска не было в то время в городе, и, казалось, горожане были обречены на погибель. Они видели, как враги разграбляют предместия, разрушают дома, убивают и творят насилие, с городских стен наблюдали беззаконие, когда они привязывали человека и расстреливали его стрелами, и не было, казалось бы, никакой надежды. Но патриарх Константинопольский ночью по стене гора городской спустился к проливу Босфору с ковчегом, в котором хранилась риза Божьей Матери. И, дерзновенно взявши ризу Царицы Небесной в руки, край ее омочил в водах морских. И на море свершилась буря, которая потопила корабли, на которых приплыли враги, и множество их погибло, и был подписан мирный договор. Именно в те годы, в X веке, родился Акафист, который начинается словами «взбранная воеводья победительная, яко избавившийся от злых благодарственной восприсуемти раби Твои Богородицы, но яко имущая державу непобедимую от всяких нас бед свободи, да зовемти радуйся невеста неневестная». Всегда в трудные времена наш народ возлагал упование на Царицу Небесную, на ее помощь в разные времена и в разных обстоятельствах. Я, братья и сестры, вспоминаю историю, которую я слышал в детстве из уст моей бабушки. В 1930 году в селе вспыхнул пожар. Были до этого засуха, суховеи, и пламя, охатки были саманные, все крыты очеретом, и, соответственно, все пламя это подхватило так, что не сто по двум порядкам домов. Тогда и наш дом сгорел. Но в этих двух рядах домов стоял дом одной бедной старушки, которая взяла икону Божьей Матери Купины Неопалимой и обошла с этой иконой свой дом. 42 двора сгорели, и только дом этой старушки стоял посреди пепелища, целый и невредимый, хотя некому даже, казалось бы, было его защищать. В XIX веке у нас в обители был построен братский нынешний четвертый корпус. И во время отъезда архимандрита Германа случился пожар. Корпус загорелся, и ветер гнал пламя сюда, на постройки монастырские. И братья вынесли из Ризницы икону Божьей Матери Купины Неопалимой, стали за алтарем Покровского храма, потому что жар был такой, что нельзя было стоять напрямую, стали за алтарем Покровского храма, как бы спрятавшись лицом икону к пожару поставившей, начали служить молебен Божьей Матери. И вдруг ветер резко развернулся и погнал пламя от монастыря в сторону леса, и вскоре корпус затушили, и более не пострадала ни одна постройка в обители. Так и Божья Матерь часто тушит пожары в наших умах, в наших сердцах, в наших душах, когда не готовы испепелить все доброе, что там есть, и должно соответствовать званию христианскому. Помоги, Господи, братья и сестры, в сегодняшний день по молитвам Божьей Матери, стоя перед ее чудотворными и чтимыми иконами, молить Царицу Небесную о милости, о мире, о переменении пожаромыслей в головах тех, из-за которых сегодня идет война в нашем Отечестве. Водосвятие совершили мы сегодняшней водой. Окропляйте дома, окропляйте все вокруг, призывая на помощь, милость Божию. Старайтесь освящать и себя, и все вокруг. Потому что через освящение действия благодати Божьей отгоняется всякое зло, всякая неправда, всякое то, что вредит человеку и в земной его жизни, и в жизни духовной, как существа духовного. Храни все Господь, братья и сестры, молитвами Богородицы и всех святых. Подписывайтесь на YouTube-канал «Святогорской лавры» и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Свято-Успенской «Святогорской лавры» на официальном сайте и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова